Продолжение следует... Необходимы совместные усилия всех государств. Одна из них – управление водными ресурсами в условиях глобального дефицита пресной и питьевой воды. Для Казахстана нехватка воды – острая проблема. Поэтому участие в грантовой программе Европейского Союза и программ развития ООН открывает новые возможности для активного вовлечения в практическую работу всех слоёв населения. И в первую очередь – молодёжи. В 2013 году Казахстан принял концепцию перехода к зелёной экономике. Важный этап этого процесса – формирование нового экологического мышления у населения страны, детей и молодёжи. Демонстрации современных водосберегающих технологий и санитарных практик. Конкурс «Вода в ауле» объединил школьников, студентов, работающую молодёжь со всех регионов Казахстана, которые смогли реализовать свои идеи по водосбережению в местных сообществах. Я считаю, что данный конкурс очень важен, так как именно через сознание детей, через сознание молодёжи мы сейчас должны исполнять в жизни все наши принципы зелёной экономики и поддерживать такие мелкие экологические проекты, потому что дети и молодёжь – это будущее нашего Казахстана. Я надеюсь, что через, может быть, 10-20 лет Казахстан достигнет нового уровня благодаря таким проектам и благодаря детской инициативе. И мы уже выйдем на новый уровень развития, применение каких-то зелёных практик в нашей экономике. В Астане в каворкинг-центре «Мультиспейс» проходила защита проектов, прошедших предварительный отбор. Из 90 заявок в первый тур прошла ровно половина. 45 проектов по трём стартапам. Демонстрационные, образовательные и бизнес-проекты. А начиналась эта большая работа с малого. В рамках различных других проектов были организованы небольшие конкурсы. Пришло время выйти на такой большой масштабный конкурс, где смогла поучаствовать молодёжь со всего Казахстана. К защите ребята подготовились основательно. Выберены экономические расчёты, красочно выполненные макеты и действующие модели, электронные презентации. На выставке авторы проектов, их руководители, члены экспертных комиссий активно обменивались опытом и обсуждали новые идеи. Я участвую в третьем таком конкурсе молодёжных проектов. И что очень радует, это в первую очередь то, что у нас в этом году было больше всего участников. То есть только по конкурсу демонстрационных проектов мы получили 46 заявок из 10 регионов Казахстана. И это достаточно большое достижение, потому что раньше такого хвата у нас не получалось. Ребята проявили настойчивость, в какой-то степени даже упорство, доказывая из тура в тур, что они действительно готовы идти до конца и готовы реализовывать те идеи, и готовы за них побороться в первую очередь. И то, как ребята защищали, говорило о том, что они старались продумать все нюансы. 26 участников второго тура отстаивали свои зелёные проекты перед строгими членами экспертных комиссий. В их состав вошли представители ПРООН, Глобального экологического фонда, Коалиции за зелёную экономику и G-Global, Национальной палаты предпринимателей АТМИКЕН, Альянса волонтёров Казахстана, Управление образования и другие. Защита проходила параллельно в двух группах. Первая – демонстрационная и образовательная. Вторая – бизнес-проекты. Дети молодцы, подготовка очень хорошая. Дети настолько осведомлены о разных технологиях водосбережения, повышении качества уровня воды. Главное – это желание, что они хотят воплотить вот эти экологически зелёные проекты в жизнь. Я думаю, данные такие конкурсы очень важны для нас. Все проекты должны были соответствовать определённым критериям. Тематика, доступность технологий, активное участие волонтёров, родителей, населения проектной территории. А в бизнес-проектах обязательно просчитывалась прибыль. Нелёгкое задание для юных авторов. Я думаю, что у вас это получится, потому что мы будем критиковать, и будем давать вам советы, но это только для того, чтобы огранировались. Очистка родников и водоёмов, современные теплицы с капельным орошением и другими ресурсосберегающими технологиями. Доступ к чистой питьевой воде для учреждений образования и воспитанников детских домов и других социальных учреждений. Эффективное использование воды на предприятиях сервиса в сельских регионах. Каждый проект – от применения водосберегающей насадки на кран до сборки гидротарана для системы полива питомника – комиссия оценивала внимательно и объективно. Трудно было решить, кому отдать денежные сертификаты на реализацию проекта. Но опытные эксперты определили лидеров конкурса. «Зелёные лидеры» – «Зелёного Казахстана» – так назвала участников конкурса Салтанат Рахимбекова. Директор коалиции «За зелёную экономику» и отметила, что 4 из 7 бизнес-проектов прошли финал. Вы стали истинно «Зелёными людьми в плане». И мы бы хотели в рамках этого проекта именно создать такую команду для равнодушных людей. И самое главное – мы сегодня здесь. Вы уже победители. Вы уже применяли своё отношение к окружающей среде. Многие проекты, например, «Живая вода» из Западно-Казахстанской области и другие, уже получили поддержку у местных акиматов и бизнес-сообществ. «Зелёная экономика» очень важна. И мы сегодня понимаем, что наше воздействие на окружающую среду, которая продолжается уже многие годы, идёт к разрушению. Поэтому мы должны снова вернуться к природе, работать и жить так, как того требует природа. Грамоты участникам, сертификаты победителям. Благодарственные письма руководителям проектов, а главное – добрые напутствия и пожелания успешной реализации «Зелёных идей». Всё это создавало торжественную и волнующую атмосферу. «Я уверена, что эти проекты будут очень интересными, потому что каждая мысль, она обладает сильной энергией. Мысль, обладающая сильной энергией, обязана лететь в Испаре». После завершения церемонии награждения и небольшого перерыва участники конкурса совершили автобусную экскурсию по столице Казахстана, обращая внимание на главные достопримечательности Астаны. И посетили столичный дворец школьников. Это новый центр дополнительного образования для детей и молодёжи, оснащённый самыми современными технологиями, демонстрационными и действующими макетами, с помощью которых можно наглядно увидеть, как действуют законы физики. Участники конкурса побывали в планетарии, приняли участие в викторине в лаборатории ядерной физики. И, конечно, посетили каток и великолепный зимний сад. Здесь среди роскошных зелёных растений постепенно отступало напряжение двух насыщенных интересными событиями дней. Знакомство с целым комплексом ресурсосберегающих технологий было предложено на пришкольном участке Вячеславской средней школы в посёлке Арнасай. Здесь в теплицах и на открытом грунте выращивают лук, картофель, огурцы, помидоры и другие овощи и зелень, которые идут на витаминизированное питание школьников. Первые огурчики поступают в пришкольный лагерь. Более поздний урожай консервируют, солят на зиму. Даже виноград, оказывается, можно вырастить в нашем северном климате. В сопровождении заместителя директора школы делегации осматривают пиролизную печь, солнечные коллекторы, систему капельного рашения в теплице, яблоневый сад Экспо-2017, знаменитую теплицу-пирамиду, где растения развиваются намного быстрее. Здесь столько интересного для авторов зелёных проектов, и это уже не демонстрационная площадка, а реально работающий бизнес-проект. Грядки с томатами укрыты агроволокном, который не даёт расти сорнякам. Заинтересовал ребят и их руководители производство биогумуса с помощью калифорнийских червей. Хозяева поделились с гостями не только информацией. Здесь же состоялся обучающий семинар по установке капельного рашения. Волонтёры школы юного фермера и их руководитель подробно рассказали. Об устройстве системы капельного рашения показали, как надо готовить и собирать капельные ленты. Объяснили, как выбрать правильный режим полива для той или иной культуры. В Центре распространения знаний Народная Академия Зелёных Технологий, расположенном здесь же в Арнасае, состоялось подписание индивидуальных договоров с руководителями и авторами проектов, победивших в конкурсе. Последние консультации, обсуждения, планирование предстоящей большой работы. Причём в сжатые сроки. Но ведь это так интересно превратить идею в реальное дело. В ходе конкурса было создано несколько демонстрационных площадок по применению водосберегающих технологий и санитарных практик. Одна из них в Казахском агротехническом университете имени Сакена Сейфулина в Астане. Руководители кафедр, ведущие специалисты присутствовали на встрече, во время которой организаторы проекта передали университету сенсорные экраны, поломоечную машину «Санфаянс» с современной экономичной системой слива, водоочистительный фильтр и сертификат на приобретение капельного оборудования. Были запланированы фенологические наблюдения и возможность выполнения дипломных работ по тематике конкурса. И самое главное – подписан меморандум о сотрудничестве. В ходе реализации проекта «Экономия воды в месяц» составило 96 кубометров. В денежном выражении – 15 360 тенге. В принципе, это, наверное, самое такое успешное, что ли, завершение проекта, когда вот это оборудование будет продолжать служить. Хочу отца нашего коллектива, моих коллег, которые сегодня здесь присутствуют, поблагодарить вас за эту институту. И мы также со своей стороны заверим вас в готовности развивать сотрудничество. Пять команд из университета участвовали в конкурсе. А студент третьего курса, будущий эколог Ануар Садбаев, выиграл грант на реализацию образовательного проекта «Вода – источник жизни». Посёлок Кащи расположен в 12 километрах от Астаны. И проживают в нём сегодня более 40 тысяч человек. В средней школе номер один имени Архимжана Кашкарбаева Ануар Садбаев вместе с руководителями проекта провёл тематическое занятие, где с успехом применил листовки, раскраски, буклеты, разработанные им в рамках своей идеи. Красочный стенд, который передали в Даршколе, тоже был разработан студентом-экологом. Мероприятие параллельно проходило в двух аудиториях, пока ученики вторых и третьих классов смотрели двухминутный видеоролик о воде и готовились к интерактивной игре, школьники постарше приступили к конкурсу рисунков по теме «Экономия воды». Интерактивную игру Ануар провёл очень динамично и эффективно. Дети активно отвечали на все вопросы, а подсказки можно было найти в красочных буклетах и листовках. А вот юным художникам пришлось не только воспользоваться знаниями о способах экономии воды, её значения для природы и человека, но и отпустить на волю свою творческую фантазию. Детям это удалось в полной мере. Мы нарисовали, что надо беречь природу, не кидать воду в мусор, в леса, не надо жечь, и не надо рубить деревья, чтобы вся природа осталась в наших потомках. В Вячеславской средней школе в селе Арнасаек Молинской области был реализован демонстрационный проект выращивания овощных и комнатных культур при помощи ядропонной системы. Автор проекта, ученик 10 класса канат Айдос, принял участие в семинаре, проводимом в Народной академии зелёных технологий для студентов столичного университета технологии бизнеса. В «Солнечном биовегетарии» он наглядно показал, как вырастить клубнику на гидропонике и при этом сэкономить и воду, и трудозатраты. Студенты проявили интерес и задавали много вопросов. Растения будут расти не на почве, а на растворе. Внутри этой трубы раствор, которым растение питается. Растение будет получать от этого раствора столько воды и столько минеральных веществ, сколько ему надо. Растение на гидропонике растёт всегда крепким и здоровым. И намного быстрее, чем в почве, а его корни не страдают от пересыхания или недостатка кислорода. Система очень проста, и её можно собрать даже в домашних условиях. В нашем случае мы выращиваем клубнику. Для того, чтобы она у нас зашла, нам понадобится горшочек, нам понадобится керамзит, наполнитель, который будет держать наше растение, так как у нас растение находится в растворе. Специально раствор у нас подаётся под давлением с помощью компрессоров по этой трубе. Самое главное, чтобы в фитодиодной, в нашей стене, была обязательно подача кислорода. В школе реализуется вторая часть проекта – вертикальное озеленение стены в рекреации. Айдос вместе с группой волонтёров готовит трубу, по которой будет циркулировать вода с питательным раствором. Размечают отверстия для сосудов – горшочков. А другая группа волонтёров – это девочки. Готовят сами горшочки. Как и предусмотрена технология, на дно кладут дренаж – это керамзит. Потом вырезают и вставляют губку, которая будет поддерживать растение. Всё готово. Можно примерять. Собранную конструкцию ребята закрепляют на стене. Совсем скоро здесь вырастет настоящий зелёный оазис. Районный центр Аршалы и Акмолинской области. В средней школе номер два и ученики, и учителя, и родители уже стали единой командой, активно изучающей и внедряющей основные принципы зелёной экономики. Это стало ясно, едва мы переступили порог школы. Там проводился всеобщий день экономии воды. Не только школа, но и более трёхсот семей приняли участие в этой акции. Мы все один день расходовали воду, как обычно, и подсчитали расход воды за эти сутки. А в другой день мы расходовали воду экономно и снова подсчитали расход воды. Потом подвели общий итог, и в результате у нас получилось следующее. Мы смогли сэкономить воду более чем в два раза. Это наш успех. Несмотря на то, что ученик 11 класса Роман Шамсиев выиграл грант на проект только по капельному орошению, в школе организована широкая информационная кампания по проблемам водосбережения. Организован тематический конкурс семейных плакатов. Выставка детских рисунков «Я вижу мир». Газет, листовок, самостоятельно придуманных и выполненных школьниками. На стендах размещена информация по капельному орошению. И, конечно, интерактивное занятие, которое в рамках своего проекта провел Ануар Садбаев, прошло очень интересно. Школьники младших классов были хорошо подготовлены и активно отвечали на вопросы. А информационные материалы, которые Ануар и волонтеры раздали детям, помогут им не забыть усвоенные знания и рассказать, как и зачем экономить воду в своих семьях. Чтобы завлечь человека, мы привели разные примеры и факты всего мира о воде. Я не прочь в будущем также время от времени заезжать в школы и проводить такие занятия среди школьников. Победитель конкурса Роман Шамсиев не только подготовил для группы волонтеров старшеклассников презентацию своего проекта по капельному орошению школьной теплицы, но и убедительно доказал преимущество этого метода. Он позволяет снизить трудозатраты и экономить воду более чем в два раза. Кроме того, Роман провел экспресс-конкурс по теме использования зеленых технологий в современном мире. Трем группам волонтеров было дано задание. Как можно в школе, на вокзале и дома практически использовать зеленые технологии? Каждая группа должна была наглядно продемонстрировать свои предложения и аргументированно защитить эти идеи. У школьников все получилось. Роман скоро завершит учебу в школе, но его друзьям предстоит и далее реализовать проект по капельному орошению в школьной теплице. Все оборудование для этого уже имеется. Если раньше для полива школьного огорода в месяц расходовали 98 кубометров воды, то с внедрением капельного орошения эта цифра составит всего 19 кубометров. Колоссальная экономия. В Казахстане это очень актуальная проблема, и мы очень благодарны этому проекту за то, что нам это очень помогает. В этот день ученики-волонтеры подготовили красочный тематический флешмоб. А затем состоялась церемония награждения всех активных участников этой масштабной экологической акции и за рисунки, и за плакаты, и за видеоролики, и за волонтерскую деятельность. Я очень рада, что наша школа приобщена вот к такой важной экологической акции, как сбережение воды. Но как оказалось, это еще не финал. На улицах поселка волонтеры-школьники раздавали тематические листовки по водосбережению местным жителям. А затем все вместе, и дети, и родители, и педагоги, отпустили в небо воздушные шары удачи. Мы покидали Аршалы с твердым убеждением, что школа номер два – самая зеленая в Казахстане. Степногорск. Небольшой, аккуратный город в Акмулинской области. Когда-то здесь работали самые современные предприятия, и жили самые образованные и инициативные люди. Это был город без окраин, в прямом и переносном смысле. Сегодня многое изменилось. Но творческий дух жителей города остался прежний. Именно поэтому здесь реализуются сразу четыре проекта победителей конкурса «Вода в ауле». Детский сад «Айголек». Красивые ели у входа заставляют вспомнить о волшебных сказках. Руководитель проекта Евгения Овчинникова – воспитатель. И прекрасно понимает, как нужны водосберегающие технологии в детском саду. Специальные насадки на краны помогают экономить воду на бытовые и хозяйственные нужды. Их установлено 54 штуки. Доступ к чистой питьевой воде обеспечивает установка водоочистительного фильтра. Вода в Степногорске не очень хорошего качества. Поэтому приходилось её кипятить и наливать детям из чайника. Сегодня даже самые маленькие дети могут самостоятельно пить чистую воду из-под крана. Четыре сенсорных крана, установленных в ходе реализации проекта, конечно, позволяют более экономно расходовать воду. Экономия составляет 55 кубометров воды или 9 130 тенге. А доступ к чистой питьевой воде получили 480 человек. Малышам доступно объясняет, как и почему надо беречь воду. А в процессе развивающей игры эта информация усваивается быстрее. Вода в морях и океанах, в озёрах, в реках и в плудах, а на посёлках и в деревнях, в большинстве малых городах. Коник капит, альдивай, ручьёк, 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 ручьёк. Знаниями по применению водосберегающих технологий участники проекта делятся с родителями своих воспитанников, расширяя сферу применения зелёных практик. И, конечно, благодаря этому проекту я сегодня хочу даже поставить во всех группах. Мы сейчас зелёные река! Как символ объединения родителей, педагогов и их воспитанников во имя зелёного Казахстана, в небо взлетают разноцветные воздушные шары, а малыши провожают их восхищёнными взглядами. В Степногорской школе-гимназии номер 4 имени Льва Толстого проблемами ресурсосбережения занимаются не первый год. Замена ламп накаливания позволила улучшить освещение классных комнат. А внедрение проекта «Чистая питьевая вода» для каждого ребёнка позволило решить сразу две проблемы. В столовой, где школьники обязательно моют руки перед едой, установлено четыре сенсорных крана. Они позволили сократить потребление воды почти в два раза. Кроме того, в школе установлен пятиступенчатый фильтр для очистки воды системы обратного осмоса. Теперь около 700 человек имеют доступ к чистой питьевой воде. Автор проекта, ученик девятого класса Руслан Гетманец, активно распространяет экологические знания среди школьников, готовит команду волонтёров. В школе создано зелёное сообщество, члены которого пишут статьи, изготавливают стенды, разрабатывают новые проекты. Во время очередной встречи школьники посмотрели видеоролик и приняли участие в интерактивной игре «Очистка озера от загрязнения». А затем каждый из участников придумал свои предложения по внедрению зелёных технологий в школе. Вполне возможно, что некоторые из них станут новыми, интересными проектами, а авторы получат финансовую поддержку для реализации своих идей. День на школе достаточно, активисты работают, но моя личная идея – это соорудить стеклянный купол, который будет собирать воду во внутреннем дворике, и который будет идти на полив растений. В этот день в Степногорске шёл снег. Он красиво падал на дома, деревья с несброшенной листвой, на купола православной церкви, где разместился социально-реабилитационный центр «Балапан». Объединение родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Ежедневно, по несколько часов от 40 и более человек в возрасте от 18 лет и старше приходят в этот центр. Здесь их учат общаться, прививают необходимые социальные навыки, приобщают к творчеству. Некоторым из них с большим трудом даётся каждое движение, каждое слово. Преодоление трудностей – главная линия их жизни. Они доверчивы, как дети, и так же, как дети порой, беспечны. Забывают закрыть водопроводный кран, выключить свет. Поэтому проект использования комплекса «Практик по водосбережению» оказался здесь очень кстати. На смену старому оборудованию в туалете здесь установлен новый санфаянс с современной системой слива. Посетители центра уже знают, как ею пользоваться. Два сенсорных крана, установленных в ходе реализации проекта, позволяют в три раза экономить воду. И облегчают доступ к воде посетителям центра. Ведь не каждому из них удаётся с первой попытки открыть или закрыть кран. Автор проекта – воспитанник центра Константин Рендевич. Очень рад, что его идея нашла поддержку. Сенсорные краны, установленные в реабилитационном центре в месяц, дают экономию в 5 646 тенге. Еще один демонстрационный проект, внедрённый в реабилитационном центре «Водосбережение через работу с землёй и гидрогелем». Этот интересный проект позволяет вырастить в центре зимний сад, озеленить территорию и при этом, благодаря использованию гидрогеля, позволит сэкономить до 900 литров воды в месяц. Этим проектом мы занимаемся благодаря Общественному объединению «Женский луч», которое профинансировало нам эту работу. И мы с вами, благодаря этой работе, используем новые водосберегающие средства, которые будут помогать нам в выращивании зимнего сада. Автор проекта Ирина терпеливо объясняет, как надо работать с гидрогелем. Залить водой, перемешать с почвой, уложить дренаж. Гранулы удерживают воду и поливать растения можно один раз в месяц. Почему решили сажать цветы? Они вызывают положительные эмоции. Для посетителей центра это очень важно. Будет в центре у них растений больше, свистей они будут. И за счет того, что растения цветут, будет рефлексироваться, повышаться у людей. Ефим Малинин, как и другие авторы и руководители проектов, принял участие в республиканском круглом столе по итогам реализации проекта «Вода в ауле», который состоялся в Доме экономики в Астане. 22 молодежных проекта были реализованы в Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Мангустаусской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Восточной Казахстанской и других областях. Из них 4 – бизнес-проекта. Прямое участие в проектах приняли 13 250 человек, а косвенное – более 28 000. Привлечено к участию 9 200 женщин, 70 человек с ограниченными возможностями. Создано 12 рабочих мест при внедрении бизнес-проектов. Результаты проектов на самом деле колоссальные. Участники данного конкурса – это начальный этап совместного сотрудничества с нашими регионами. Сегодня мы видим, регионы, села хотят развиваться в рамках зеленой экономики. Проекты получили одобрение и поддержку в местных сообществах, так как это было в селе Каражар, Павлодарской области, где был восстановлен пруд. Все люди в ауле, население, приходили и помогали просто сами. Отчистили дно, поставили дамбу, агитационную работу провели. То есть мы обустроим берег и будем ждать туристов. Все участники круглого стола подчеркивали значение внедренных проектов и для экологии, и для решения социальных проблем. В Адбасаре инвалиды получили доступ к питьевой воде. В Мангастаусской области созданы в рамках бизнес-проекта рабочие места. В Зыряновске авторы проекта по созданию водосберегающей технологии полива с использованием гидротарана сумели не только сами собрать эту конструкцию, но и посадить плодово-ягодный питомник. За счет системы клапанов гидротаран позволяет использовать природную энергию падающей воды. Будучи весной к нам присоединятся еще люди. Я думаю, в 2018 году мы уже должны выйти на прибыль. Проект Алишера Арстана и Владимира Снегирева получил поддержку у местной администрации. Мы опробовали и запустили вот эту насосную установку, потому что она требовала финансирования и тяжело было найти это. Вот спасибо организаторам. И она заработала. У нас получился небольшой социальный заказ от администрации города на декоративные растения для озеленения. Кизильник, спиреи, плодово-ягодные – это яблоки, смородина. Это тоже мы все высадим. Не менее интересный бизнес-проект реализуется в Таразе. Ресурсы, сберегающие теплицы с использованием инновационной системы орошения «Импульс» будет основана на применении сразу нескольких зеленых технологий. Мы долго думали и решили использовать солнечные панели для экономии электричества. Мы побывали в Восточном Казахстане и увидели теплицы, которые были под землей. Экономия тепла примерно на 50-40%. Тараз – южный город. Он расположен у подножия киргизского и джунгарского Алатау, отрогов великой горной страны Тяньшань. Климат здесь благоприятный для выращивания овощей и фруктов. И тем не менее, есть проблемы. Местная продукция дорогая, а импортная из соседних стран – дешевая, но выращена с применением большого количества химических веществ. Наши же цели – изготавливать чисто экологические продукты, и чтобы цены на них были на два раза дешевле. Не хотим останавливаться только на одном проекте. Мы хотим такие теплицы размножать и по городу Таразу, и по всему Казахстану в будущем. Такие планы у нас в общем. В 15 километрах от Таразы в селе Копал по договору с местным предпринимателем и на его земле идут работы по сооружению теплицы. Уже подведён газ для отопления, приобретены необходимые материалы и оборудование, выкопан котлован. Скоро начнётся заливка фундамента, а пока часть студентов-волонтёров выравнивают стены будущей подземной части теплицы. Другие занимаются разгрузкой пеноблоков, которые пойдут на сооружение основания. Наземную часть теплицы, состоящую из металлоконструкций, поставят на объект местный завод. Каркас укроют поликарбонатом, установят солнечные панели, а поливать овощные гряды будут с помощью системы «Импульс». Эту идею ребятам подсказали в Научно-исследовательском институте водного хозяйства. Это надёжные партнёры проекта, которые оказали и консалтинговую, и практическую помощь студентам. Автоматизированную систему полива «Импульс» мы смогли увидеть в ухоженном саду на территории института. Благодаря датчикам система сама включает полив, когда это необходимо с учётом состояния почвы. Умные технологии давно нашли применение за рубежом. Мы пока только в начале пути. Мы предоставляем нашу систему «Импульс». Кроме того, мы проводим монтаж, установку всего оборудования и последующее техническое обслуживание. У меня есть мечта, чтобы у нас в Казахстане мы могли жить так же, как и в развитых странах. В университете прошла интересная встреча руководителей проекта со студентами-волонтёрами. Состоялся обмен мнениями по эффективности внедряемого проекта. Кроме того, от студентов поступило очень много предложений по использованию зелёных практик в местном сообществе. Бизнес-проект студентов из Тараза примечателен ещё и тем, что им удалось получить финансирование от местного бизнес-сообщества, которое составило две трети от общей стоимости проекта. Молодёжь получает поддержку, поддержку специалистов, экспертов, финансовую поддержку для полной реализации своих проектов. И данная поддержка молодёжных инициатив, она вдохновляет молодёжь на новые свершения, на новые действия для процветания нашей страны. Окончательные итоги проекта ещё впереди. Но уже сегодня результаты впечатляют. Общая экономия воды – 976 кубометров в месяц. Это 162 016 тенге. А всего за год экономия бюджетных средств составит 1 944 192 тенге. Первые ростки зелёного сознания растут и крепнут. Главное, что эти идеи активно поддерживают молодёжь, которая мечтает видеть зелёный цветущий Казахстан, где каждый человек будет жить в гармонии с природой. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова